Год назад на VG Feste разработчики анонсировали начало альфа-тестирования калибра. Пришло время подводить итоги. В этом выпуске мы расскажем, какой путь прошли разработчики и на каком этапе сейчас находится игра. Игры делают по-разному. Одни разработчики сразу знают, какую игру они хотят сделать. На этапе разработки закладывают в неё свои идеи, а после релиза узнают, понравилось игрокам или нет. Разработчики калибра выбрали другой путь. Они хотели узнать, какие идеи понравятся игрокам, а какие нет до выхода игры. Для этого за прошедший год команда калибра провела шесть альфа-тестов, в которых участвовали 30 тысяч игроков. Кроме этого, вместе с небольшой группой игроков разработчики почти каждую неделю проводили супер-тесты. За год таких было 49. За это время игра сильно поменялась. От многих идей команде калибра пришлось отказаться. В начале 2018 года, в конце 2017, основной идеей экономики калибра были лутбоксы. Ну, сейчас уже все про них знают, потому что уже интернет о них поговорил. А в то время, ну, классная была механика. Я люблю, вот скоро Новый год, я люблю открывать подарки. Ну, вот представьте себе, да, вот как же здорово, когда берешь коробку цветную и открываешь, ты не знаешь, что там. Тем более, ну, как мы старались. Лутбоксы были беспроигрышные. Мы всегда доставали оттуда классные вещи. В общем, мы были в восторге от этой идеи и надеялись, что... Да вообще даже не надеялись. Мы были уверены, что от этой идеи будут в восторге игроки. Что мы получили? Буквально после второй альфы просто четкий и конкретный ответ — нет. Причем не то, что вот давайте вот здесь поправим, вот здесь переделаем, здесь там цвета поменяем, здесь анимацию поменяем. Нет! Ну, просто вот нет и все. Вот это надо из калибра убрать. Другой пример совместной работы разработчиков и игроков — появление рекрутов, начального подразделения. В него входят четыре бойца с быстрым прогрессом. Они помогают новичкам быстро осваивать механики каждого класса и определиться с выбором будущих оперативников. Шесть больших альфа-тестов помогли разработчикам найти длительность миссии ПВЕ. В начале 2018 года время прохождения ПВЕ-миссии в калибре было 30 минут. На Альфе-6 время прохождения миссии в калибре ПВЕ стало 10 минут. Мы в три раза сократили размер миссии, как раз смотря за тем, как игроки играют. И игроки однозначно сказали о том, что они хотят более короткие, может быть, чуть более динамичные и насыщенные бои. И поэтому 30-минутные миссии теперь в калибре мы двигаем в сторону создания специального режима игры. В частности, например, в других играх называют рейды, спецоперации. То есть какие-то специальные активности, куда идёт уже более подготовленная команда игроков. Игроки активно предлагали свои идеи на форуме и в анкетах. Например, было много предложений сделать разные погодные условия и время суток на уже созданных картах. Разработчикам эти идеи понравились. Так появились ночные операции, песчаные бури и другие варианты карт. Все новые идеи сразу проверялись на игроках. Иногда механики просто приживались. А иногда игроки находили им необычные применения. Ещё мы подсматриваем, так сказать, в другие проекты, которые похожи на нас. И там мы увидели, что люди много и с удовольствием пользуются так называемыми эмоциями. Мы сделали первую тестовую эмоцию. Это была эмоция воинское приветствие, по-моему. Мы это сделали, просто посмотрели, как игроки будут пользоваться этим. И сразу увидели о том, что как только мы даём им какой-то объект, с которым они могут как-то его использовать для взаимодействия, они начинают придумывать разные классные сценарии. В частности, буквально ко второму дню игры, когда мы отдали вот это воинское приветствие, мы в ПВП увидели следующий сценарий. Если противник сопротивлялся хорошо, если он был хорошим противником и заставил попотеть, то перед тем, как производится добивание, отдаётся воинское приветствие как дань уважения противнику. Это было очень круто. Ну и, собственно, мы видели, что это распространяется просто вот как пожар. Если один раз ты поиграл в таком бою, увидел, что так другие игроки поступают, через несколько дней альфа-теста это стало нормой практически. Мы решили эту историю развивать, и сейчас уже идеи, эмоции, их воспроизведение и всего остального в «Калибре» — это уже такая одна из основных идей. Они будут совершенно разные. Но, например, я изображу одну, которую легко изобразить, потому что это не танец, и не надо вскакивать, но которой много и многим что говорит. Среди эмоций будут и тактические жесты спецназа, о которых просили игроки с первого альфа-теста. За 2018 год было сделано много других изменений. За четыре альфа-теста наконец настроили стрельбу, добавили частичную разрушаемость и преодоление препятствий, заменили анимации, создали новых оперативников. Но самое главное — были проверены и улучшены серверные технологии. Если на первых альфа-тестах игроки ещё сталкивались с различными сетевыми проблемами, то к шестой альфа-версии сообщения о таких ошибках практически не поступали. Нас критикуют за разные вещи. И в альфа-версиях, и в супер-тестерах они находят какие-то проблемы с коллиженом. Они находят места, где можно просочиться сквозь стену. Они находят, что в этот раз мы слишком сильно увеличили радиус поражения гранатой. Они находят массу всяких прикольных штук. Но что самое важное — практически нет никаких сообщений о том, потому что игра не работает, падает, нет доступа к серверу и к всему остальному. И я очень рад, потому что, ну, когда мы обычно говорим про новые технологии и новые игры, то прежде всего у нас есть 80% сообщений, почему я не могу поиграть, и куча разных причин, и уже только потом о том, какая игра. Этап альфа-тестирования «Калибра» приближается к финалу. Разработчики получили ответы на большинство своих вопросов, проверили множество гипотез и поняли, каким именно должен быть «Калибр», чтобы он понравился игрокам. Теперь наступает время переходить к следующему этапу. Сделали мы очень много, но мне бы, конечно, ну, как любому продюсеру, хотелось бы за этот год сделать больше, потому что, не буду скрывать, целью нашей было к концу этого года уже пригласить значительно больше игроков, попытаться создать бета-версию. У нас этого не получилось. То есть, да, игра есть, она работает, у неё уже поиграло 30 тысяч человек. Она получилась целостной, достаточно качественной, и всё остальное, её можно уже скачать и играть. И вроде бы ничто не мешает пригласить игроков, но нет. Мы считаем нет, потому что и сами, видимо, игроки нам указывают, что есть ещё немало мест, над которыми нужно поработать. Сейчас у разработчиков в планах выпустить ещё одну альфа-версию до конца зимы. И если всё пройдёт хорошо, то в первой половине 2019 года начнётся закрытый бета-тест калибра. Но перед этим разработчикам предстоит проделать большую работу. Нужно сделать больше карт, подразделений и оперативников. Доделать и проверить все сервисы. Ещё больше оптимизировать игру и сетевые технологии. Заменить черновой звук на финальный. И много другой работы. 2018 год заканчивается. Скоро мы получим заслуженную неделю отдыха. Но до этой недели и после этой недели ещё огромное количество интересной и сложной работы нас ждёт. Всем чего желаем? Желаем отличного Нового года. Желаем вам прийти к нам играть в Новом году. Нам желаем всё так же быть способными сдерживать обещания. Всё так же быть способными готовить для вас что-то новое. Удивлять, делать это хорошо и качественно. Ну и надеюсь, 2019 год будет точным годом калибра. С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова